Всем привет, мои замечательные! На связи с вами, как обычно, я, ваша преподавательница по химии Анастасия Майер. И сегодня мы с вами обсудим довольно-таки интересную тему. То есть сегодня у нас не что-то, скажем так, контентное, да, я не буду что-то объяснять из химии. Я отвечу на самые популярные вопросы из темы «Как успеть решить всё на ЕГЭ по химии?» И что делать в случае возникновения той или иной ситуации? Мне кажется, этот вебинар, несмотря на то, что он не посвящён какой-то конкретной теме из химии, он очень и очень важен, потому что тут я могу поделиться некоторыми важными советами, которые впоследствии помогут вам на экзамене. Поэтому обязательно досмотрите до конца, поставьте лайк и, ну, если хотите, там, напишите комментарий. А мы с вами будем начинать. Сначала немножко познакомимся, как обычно, с теми, с кем мы ещё не знакомы. Как я уже представилась, меня зовут Анастасия Майер, и в этой замечательной онлайн-школе в Умскул я преподаю уже пятый год. Пятый год я готовлю ребятки ЕГЭ по химии. Очень успешно. У меня есть своя методология, которая проверена действующими экспертами ЕГЭ. Она действительно суперкрутая, качественная и основана на понимании процессов, реакции и прочего, а не на заучивании. И в этом, собственно, моя главная ценность. Для меня самое важное, чтобы ученикам было понятно. За свою преподавательскую карьеру я выпустила 25 стобальников и более 640 ребят, которые сдали ЕГЭ по химии на 80 плюс баллов. Ну, а мы с вами не будем затягивать и потихонечку начнём. Напомню вам о том, что у меня довольно-таки развитые социальные сети, да, то есть довольно-таки активно, довольно-таки активные всякие протезы там происходят. Да, я их активно веду постоянно. В том числе это телеграм-канал, который находится по ссылочке в описании к этому видео, там внизу. Поэтому обязательно переходите и подписывайтесь на него. Что там вы можете найти? Там в особенно закреплённых сообщениях, в закреплённых постах есть огромное множество разных авторских материалов, начиная с огромной таблицы со всеми окислителями и восстановителями, заканчивая флеш-карточками, там, с тривиальными названиями веществ. Короче, очень прикольные, очень полезные штуки для подготовки. Я там постоянно обсуждаю с вами штуки, связанные с ЕГЭ по химии. Мы проводим там опросы, прямые эфиры. Короче говоря, мне кажется, вам это будет полезно. Ну и первое, о чём я вкратце упомяну, да, это о структуре самого экзамена по химии, соответственно, из чего он состоит, сколько баллов всего можно получить и сколько по времени он идёт, да, начнём прям с АЗО, что называется. Значит, всего у нас в ЕГЭ по химии две части, вы это все прекрасно знаете. Первая часть и, соответственно, вторая часть. Первая часть тебя включает 28 заданий, которые, соответственно, тестовые, то есть от нас требуется там просто ответ в виде комбинации из цифр, да, либо это может быть десятичная дробь, там, 12,6 и так далее. То есть просто число какое-то, да, или там циферки мы заносим с вами в бланк ответов первой части и проверяется она компьютером первая часть. Что очень важно, что очень важно, обратите внимание на то, что апелляцию на задание первой части подать нельзя, да, она проверяется не экспертом, она проверяется компьютером, да, поэтому будьте крайне внимательны, когда пишете ответы, например, на расчётные задачи 26, 27, 28. В этих задачах всегда в конце пишут. И так далее, да, то есть обязательно смотрите, в какой форме вам нужно дать ответ. До десятых, до целых, до тысячных округлить. Именно так пишите. Любой другой ответ компьютер просто не зачтёт. Далее, соответственно, задания второй части, оставшиеся 6. 28 заданий первой части, 6 заданий второй части, да. За всё это мы можем с вами получить 56 первичных баллов. Для тех, кто не особо понимает, что такое первичные и что такое вторичные баллы, смотрите. За каждое задание мы можем получить сколько-то там баллов. Например, за первое задание мы получаем 1 первичный балл. За 34-ю задачу 4 балла. За 32-е задание 5 баллов. За 30-е 2 балла и так далее, да. То есть каждое задание сколько-то по баллам весит. И если мы сложим все баллы за все задания, у нас получится 56, да, 56. Соответственно, чтобы все предметы ЕГЭ, все результаты за все предметы ЕГЭ были уравнены между собой, существует специальный перевод этих баллов в 100-бальную систему. То есть 56 первичных баллов – это 100 вторичных баллов, да. У каждого предмета количество первичных баллов какое-то своё, и эти первичные баллы потом переводятся по специальной шкале на 100-бальную систему, чтобы, значит, одинаково, скажем так, оценивался, да, по 100-бальной шкале у нас каждый предмет ЕГЭ. Соответственно, всего на экзамен нам дают с вами 3,5 часа. В принципе, этого более чем достаточно. Более чем достаточно, чтобы решить и первую, и вторую часть, и проверить всё это несколько раз. Ну, а мы с вами перейдём к конкретным вопросам. И начну прямо издалека. Меня часто спрашивают, как конкретно, эффективнее всего решать пробники при подготовке, и какие вообще пробники решать. Значит, смотрите, мы уже с вами сказали, что экзамен по химии идёт 3,5 часа. Вот самый качественный, самый правильный, самый грамотный подход к решению пробников при подготовке, это когда вы прям максимально пытаетесь построить атмосферу экзамена. То есть, ставите таймер, я советую на 3 часа ставить, когда вы дома решаете, потому что, когда вы будете находиться в аудитории, когда вы будете на реальном экзамене, фактор стресса всё-таки имеет определённый вес во многих случаях, и поэтому время будет казаться, что летит быстрее, да? Поэтому, да, на реальном экзамене нам предоставляют с вами 3,5 часа. Когда вы решаете пробники дома, я вам рекомендую всё-таки засекать 3 часа. 3 часа. Итак, соответственно, как конкретно мы можем максимально подстроить наше пространство, да, чтобы оно напоминало нам об атмосфере экзамена? Ну, во-первых, смотрите, вы приходите на экзамен, вы садитесь за абсолютно пустую парту с паспортом, да, с чёрной гелевой ручкой одной или двумя, и с калькулятором, да. Калькулятор, напоминаю вам, должен быть самый обычный. То есть, вот таких вот огромных вычислительных машин не нужно, да. Самый простой калькулятор, самый простой, который умеет считать 2 плюс 2. Всё. Значит, вам потом будет каждому выдан конфликт, где будут бланки для ответа в первой и второй части, где будут справочные материалы, то есть таблица Менделеева, да, самая главная наша шпаргалка, таблица растворимости и ряд активностей металлов. Ну, и, естественно, черновички, которые вы всегда можете запросить в случае чего. Вот, значит, поэтому точно такую же попытайтесь себе атмосферу создать дома или в школе, например, когда решаете пробники. То есть, не поленитесь и распечатайте заранее все справочные материалы, да. Не поленитесь и распечатайте бланки для ответа в первой и второй части, они тоже есть в открытом доступе, абсолютно спокойно, да, их можно найти. Создайте себе полные условия. Уберите все возможные материалы, дополнительные справочные, которыми вы можете пользоваться, все шпаргалки. То есть, сделайте вид, как будто вы не возьмете шпаргалок на экзамен и ничем не пользуетесь во время решения пробников дома. Именно так вы сможете осознать, вот, насколько баллов вы реально способны написать этот экзамен. То есть, создав такие условия, вы получите самый объективный результат. Самый объективный результат. Значит, вот таким образом необходимо решать пробники при подготовке. Важным моментом здесь является то, что нам нужна атмосфера реального экзамена, и я советую, как я уже сказала, три часа времени на таймере засекать. Это и решение самого Кима, и переписывание на бланке ответа в первой и второй части, да. Все входит в эти три часа, как и на реальном экзамене, да. Помните, пожалуйста, о том, что даже если вы великолепный теоретик, скажем так, если вы просто прекрасно, чудесно знаете теорию, это еще не значит, что вы также прекрасно будете решать практику. Многие ребята говорят о том, что вот вроде там прочитал тему, да, или посмотрел вебинар, или что-то еще. Все прям кристально понятно. Вот все понятно от и до. О, сажусь решать практику, непонятно ничего, да. Потому что теория и практика крайне далеки друг от друга на самом-то деле. Хотя звучит это, наверное, странно. Практика это совсем другое. И, как я всегда говорю, при подготовке к экзамену у вас должно быть соотношение теории и практики 30 на 70. 30% времени у вас должна примерно занимать теория и ее изучение, ее отработка. 70% практика. В эту практику входят, соответственно, и домашки там на разных курсах, на которых вы можете заниматься марафоны всякие, пробники и прочее, прочее, прочее. То есть 30 на 70. Вот поэтому не забывайте, пожалуйста, о том, что ваш балл на экзамене прежде всего зависит не от того, как много теории вы выучили и как много специфических свойств вы знаете. Нужно учиться эту информацию применять. Нужно доказать своему мозгу, что эта информация важна, и научить его с ней работать. Поэтому чем больше вы решаете практики, тем больше будет ваш балл за экзамен. Чем больше вы решаете пробников, тем выше будет, опять же, ваш балл за экзамен. Пожалуйста, помните все в ваших руках. Дальше. Очень популярный также вопрос. С какой части, с первой или со второй, начинаете решать ким? Сейчас скажу мнение, которое, на самом деле, у каждого преподавателя свое. У меня оно такое. Мне вот, например, я сижу на реальном экзамене, и мне принесли комплект материалов. Я открываю ким, первое, что я бы посмотрела, это вторую часть. Я бы просто ее прочитала, просмотрела глазками, и пошла бы решать первую. И пока бы я решала 28 заданий первой части, мой мозг бы все равно так или иначе обрабатывал бы информацию, которую я прочитала, да, задания второй части, и я бы уже их решила таким образом быстрее, когда дошла до соответствующей части, до второй, да. Вот, значит, поэтому моя идея основная состоит вот в этом, да, в том, что сначала посмотреть вторую часть, и потом идти, и все-таки начинать с самого первого задания, с первой части. Почему не начинать со второй? Потому что решая первую часть, первая часть же объективно легче, чем вторая, правда ведь? Решая первую часть задания за заданием, у вас будет прибавляться уверенность, понимаете, да? То есть вы в любом случае в каком-то количестве заданий будете уверены, да, что вы решили их правильно. Вы будете, первое задание я решил, второе задание я решил, третье задание я решил, и у вас с каждым решенным номером будет прибавляться все больше уверенности. И таким образом ко второй части вы уже придете таким вот мотивированным, да, и ее тоже все решите. Надеюсь, так оно и будет на самом деле. Поэтому идея вот такая, идея вот такая. Одна моя знакомая сказала, ну, знаешь, Настя, я вот в мой год экзамен по химии был достаточно сложный, да, и у меня вторая часть была очень сложная. Поэтому если бы я ее посмотрела сначала, я бы упала в обморок и не смогла бы вообще ничего решать. Это уже, на самом деле, мне кажется, вопрос эмоциональной подготовки к экзамену. То есть, уча материал, все забывают о том, что экзамен это еще и погружение в стрессовую ситуацию, правда ведь? И эмоционально тоже надо готовиться. Я всегда твержу про то, что экзамен это просто тест. Вы приходите на тест, садитесь за парту, пишите этот тест, все, что можете, да, максимум просто вот, что можете, то и пишите, да. Как вы подготовились, соответственно, так вы, скорее всего, и напишите экзамен. Вот, поэтому просто приходите, пишите тест, сдаете, ждете результатов. В целом, если смотреть с этой стороны на ситуацию, то в ЕГЭ нет ничего такого страшного, сверхъестественного, да. ЕГЭ это не жизнеопределяющая штука. Помните, пожалуйста, об этом. Если вы сдаете ЕГЭ по какому-то предмету, это не значит, что вы, и, соответственно, поступаете на какую-то определенную специальность, это не значит, что это определяет всю вашу дальнейшую жизнь, и что вы на ней действительно проработаете до старости лет. Нет, ни в коем случае. Большинство людей, насколько вы знаете, вообще, в принципе, не работают по специальности. Некоторые устраивают после школы ГЭП Е, и готовятся, например, только к ЕГЭ без учебы в школе, работая там, например, где-нибудь. То есть, очень важно понимать, что в ЕГЭ нет ничего прям такого, что определяет вашу жизнь, или определяет вас как человека, там, плохого или хорошего, глупого или умного, нет такого. ЕГЭ – это просто вот энное количество заданий, энное количество вопросов по определенным темам. Всё, не более того. Поэтому воспринимайте с этой стороны экзамен, по крайней мере, старайтесь это делать, чтобы у вас было меньше волнений, и тогда вы напишите на свой максимальный балл. Вот что я могу сказать. То есть, это просто тест, камон! Просто тест! Реально, вы приходите, пишете и уходите. Значит, давайте поговорим вот о такой интересной штуке. Кстати, я, по-моему, не сказала вот здесь, какие пробники я советую решать. У нас есть составитель ЕГЭ по химии, фамилия Добротин. Вот я рекомендую, во-первых, решать, значит, задание из сборника Добротина, да, он выглядит вот таким вот образом у нас, да, 30 вариантов. Все 30 вариантов нужно обязательно прорешать, соответственно, при подготовке к химии, чтобы набить руку. Что ещё можно помимо Добротина порешать? Есть варианты у Доронькина. Есть варианты у Степенина и Дацук. Очень хорошие. И если вы уже прям преисполнились в своём познании, хотите прям супер чего-то сложного с точки зрения ЕГЭ по химии, то можно порешать варианты широкопояса. Вот, собственно, как-то так. Мы с вами продолжаем. Какие принципы решения заданий лучше всего использовать? Не забывайте, пожалуйста, что самый ходовой принцип решения любого задания – это метод исключения. Значит, как мы его можем использовать? То есть, вот, например, седьмое задание, да, одно из самых нелюбимых по версии выпускников заданий первой части, оно входит в топ-10 самых сложных заданий в ЕГЭ по химии. Давайте посмотрим, как его, например, методом исключения можно решить. Значит, когда мы решаем какое-либо задание по химии, мы в основном сталкиваемся с какими-то химическими свойствами, как правило, да? Соответственно, значит, что нужно для решения такого задания? Как я уже сказала, первое, первое – метод исключения. Второе – вспоминаем обязательно, когда решаем то или иное задание, посвященное химическим свойствам, специфические свойства того или иного вещества. Их не так много, но они часто встречаются в виде подобных камней в ЕГЭ по химии. Третье, соответственно. Третье – мы с вами оцениваем вещество на предмет окислительных или восстановительных свойств. То есть, если наше вещество, например, является типичным окислителем, да, то логично оно будет реагировать с восстановителями. Если перед нами типичный восстановитель, он будет реагировать, наоборот, с окислителями. Ну и четвертое – вспоминаем наиболее характерные свойства вещества, судя по тому, к какому классу это вещество относится. Например, кислоты обладают кислотными свойствами, поэтому будут реагировать с противоположным основным. И так далее. Метод исключения, специфические свойства, ОВР и наиболее характерные свойства. Вот, значит, как-то так. Здесь вот метод исключения можно использовать в каком ключе? Можно вычеркивать те рядочки, да, где мы видим вещество, с которым наше соединение точно не реагирует. Давайте я вам покажу на каком-нибудь конкретном примере. На каком-то конкретном примере. Итак, ну пусть это будет H2SO4 разбавленное. H2SO4 разбавленное – это самая простая обычная кислота. Даже не кислота, а кислитель, в отличие от концентрированной серки, да. Раз перед нами кислота, то есть вещество с кислотными свойствами, она не будет реагировать с другими кислотами, да, с чем-то, что тоже проявляет кислотные свойства. Как правило, у нас подобное с подобным не взаимодействует. Кислотное с кислотным, основное с основным, амфотерное с амфотерным не реагирует. Поэтому какие ряды мы сразу можем вычеркнуть? Все ряды, где есть что-то кислотное. Кислота H2, кислота H2, кислотный оксид SO2. Вот с этими вот кислотными по свойствам веществами наша кислота не будет реагировать. Подобное с подобным не реагирует. И чистым методом исключения остается, да, вариант ответа номер один. Вот, в принципе, я только этот вариант хотела разобрать, чтобы вы поняли, как работает метод исключения в конкретных случаях, да. То есть вы на ЕГЭ можете писать для себя, я так делала, рядочек из цифр, и вычеркивать, что точно не подходит. Ну давайте, ладно, решаем задание, раз на то пошло. Бериллио H2, это кто у нас? Аббревиатуру вспоминаем безнал. Бериллио и цинк алюминий образуют только амфотерные оксиды и гидроксиды. То есть перед нами амфотерный гидроксид двуличный, который будет реагировать и с чем-то основным, и с чем-то кислотным. И с кислотами, и с щелочами. Поэтому идеально подходит вариант ответа номер пять. Кислота, щелочь, да, и основный оксид. И с основным наш бериллио дважды будет реагировать, и с кислотным. Поэтому вариант ответа номер пять. Комплекс, натрий, алюминий, аж четырежды комплексы, и их самое главное химическое свойство на ЕГЭ, это то, что их можно разрушить, скажем так, кислотами, как сильными, так и слабыми. Поэтому я вот нашла ряд из кислот номер два, да. H2S сероводородная кислота, H2O соляная кислота, CO2 в водичке, в растворе. Это угольная кислота, правда ведь? CO2 в растворе, в водичке, это угольная кислота H2SO3. Ей тоже можно комплекс разрушить более чем. Далее. Концентрированная азотка. Сразу обращаем внимание на то, что концентрированная азотка – это непростая кислота. Как и концентрированная серка или разбавленная азотка – это кислота-окислитель. Кислоты-окислители обладают уникальным свойством. В отличие от других кислот, они могут реагировать с металлами супернеактивными, которые стоят перед активностью вообще после водорода. Например, с медью или серебром. Поэтому нам идеально подойдет вариант ответа номер три. Ну а СО2, так как это восстановитель, он тоже с кислотой-окислителем будет реагировать. Поэтому вариант ответа здесь 2, 1, 3, 5. Значит, когда вы решаете то или иное задание, сидя на экзамене по химии, вы должны понимать, что вам в химии можно очеркать, рисовать, писать, все что угодно делать. Поэтому вы обязательно подчеркивайте там всякие ключевые моменты в условии. Слова «избыток», «недостаток». Выберите два вещества или там «выберите все вещества». Чтобы вашему мозгу, когда вы подчеркиваете какие-то ключевые моменты, вашему мозгу проще сориентироваться в материале. Про это, пожалуйста, не забывайте. Максимально визуализируйте для себя задания. То есть, если это задачка, где смешивают растворы, нарисуйте колбочки, условно смешайте эти растворы. Если, например, что еще может быть? Задание шестое на пробирке, там тоже можно что-нибудь порисовать в расчетных задачах и так далее. То есть, максимально визуализируйте материал, чтобы вам было попроще, быстрее его решать. Решайте с самого начала первую часть не бегло-поверхностно, а так, чтобы меньше времени потом на проверку у вас ушло. Понимаете, да? То есть, решайте изначально качественно задание, и глубоко, и хорошо. Это не значит, что тратьте на это много времени. Нет. Как раз-таки, когда вы решаете пробники при подготовке, вы учитесь это делать быстро. Итак, насколько подробно расписывать... Это, пожалуй, самый важный вопрос. Сразу вам скажу, прилипли к экрану сейчас все. Насколько подробно расписывать для себя вторую часть в черновике? Вот не поверите, да? Я выпустила огромное количество ребят. Каждый год я об этом говорю. Кто-то меня слушает, кто-то нет. Я надеюсь, вы будете теми, кто меня послушает. Значит, смотрите. Каждый год выходит куча выпускников моих, не только моих, и пишут мне в директ личку огромное количество сообщений по типу «Блин, я не успела переписать вторую часть, я не успела, я ее написала на черновике, но у меня времени не хватило ее перенести в бланк ответов». Это такая частая история, вы бы знали! Такая частая! Ну, просто я даже не могу это описать словами, да? Поэтому давайте сделаем с вами вывод. Исходя из некоторых факторов, смотрите. В бланке ответов второй части необязательно все задания должны быть в порядке. То есть 29, 30, 31, 32, 33, 34. Не обязательно. Они могут быть в разном порядке, без разницы. В бланке ответа второй части необязательно у вас должно быть все там филигранно, красиво написано, да? Почерком, как на печатной машинке. Нет! Нет! Вы можете, даже если вы поняли, что неправильно переписали или решили задание второй части, вы можете его зачеркивать и писать там где-то ниже или дальше. Понимаете, да? То есть на то, насколько вы красиво оформили бланк ответа второй части, никто смотреть не будет. Поэтому давайте сделаем с вами вывод. Вторую часть, сейчас скажу провокационное мнение, да, но я в нем уверена как в себе, а в себе я очень уверена. Вторую часть мы пишем с вами сразу на чистовик. Да, можно какие-то моменты небольшие, некоторые, например, тезис, наверное, списать, как вы будете решать задачку или что-то такое, да? Какие-то моменты можно написать на черновике, чтобы вам было попроще, но не надо прям всю вторую часть сначала решать на черновике, а потом это переносить на чистовик. Вы представляете, сколько времени у вас бесценного это на экзамене отнимет? Вы представляете? Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, прилипните к экранам и послушайте меня внимательно. Вторую часть мы пишем сразу на чистовик. За исключением каких-то, да, деталей, про которые я уже сказала. То есть тезисно можно задачу для себя расписать, чтобы было быстрее как раз-таки ее написать уже в чистовике. Вот, поэтому не нужно подробно расписывать для себя вторую часть в черновике. И в целом ее расписывать-то и не нужно, если нет прям супер особой потребности. Сколько времени в идеале тратить на первую и вторую часть тоже частенько? Этот вопрос слышу достаточно, достаточно часто. Ну, давайте условимся так. Значит, первую часть прям супер-мега-качественно, супер-мега-качественно. Можно решить от 20 до 40 минут. То есть 20-40 минут тут уже зависит от уровня вашей подготовленности к экзамену, да. 20-40 минут более чем достаточно, чтобы вдумчиво, хорошо с первого раза решить все задания первой части и потом только их перепроверять уже, соответственно, перед тем, как выносить их в бланк в первой части. Вторая часть, как мы уже сказали, сложнее. В основном из-за задачек 33 и 34. Это само собой разумеется, да. Но, тем не менее, ее можно, ну, тоже спокойно решить. Не буду говорить, что за 30 минут, да. Ну, ладно. За 30-50 минут можно решить вторую часть абсолютно спокойно. В любом случае, видите, какие я большие интервалы называю, потому что все зависит от уровня вашей подготовки. От уровня вашей подготовки. В целом, я знаю огромный процент ребят, своих учеников, которые решают и первую, и вторую часть. Примерно за час-полтора и потом все оставшееся время экзамена, два часа. Они просто занимаются тем, что несколько раз, в среднем 3-4 раза перепроверяют весь экзамен и, соответственно, переписывают все, что надо. Да, в основном это задание первой части. Вот, поэтому, когда вы решаете пробник, уже, когда вы решаете пробник дома при подготовке к экзамену, посмотрите, сколько времени у вас уходит на то, чтобы решить первую часть. Зафиксируйте это время. И вторую часть тоже зафиксируйте это время. И каждый пробник отслеживайте, чтобы у вас время становилось меньше. Если вы будете решать, это действительно будет соблюдаться. То есть время, затрачиваемое на ту или иную часть, оно будет становиться меньше, да. В целом, и первую, и вторую часть можно решить за час. На самом-то деле, можно решить за час. Вот. Но тут уже прям... Это требует прям сильной... Ну, прям высокого уровня подготовленности ученика, короче говоря. Вот. А так 20-40 минут более чем достаточно для первой части. И 30-50 для прям вдумчивого решения второй части. Вдумчивого решения и даже оформления задачек. Так. Но в любом случае, смотрите свои индивидуальные показатели, да. И не сравнивайте себя с теми цифрами, которые я написала здесь. Сравнивайте себя с теми цифрами, которые у вас самих были ранее. Например, если вы первую часть решали за 50 минут, а вот следующий пробник уже за 45 минут, это уже огромный прогресс, это уже хорошо. Поэтому с этими числами себя в любом случае не сравнивайте. Не сравнивайте. Сравнивайте со своими, но которые уже... которые в прошлом, да. Очень важная ситуация, поэтому она выделена красным. Ситуация «Я плохо себя чувствую». Самой плохой тактикой в случае плохого самочувствования на экзамене будет продолжать решать экзамен. Это вам скажет любой человек здравомыслящий, да. Поэтому если вы себя чувствуете плохо, не важно, что конкретно там у вас болит и так далее. Если вы плохо себя объективно чувствуете, вы поднимаете руку, к вам подходят, вы об этом сообщаете, вас отводят к местному доктору, ну, который, соответственно, в школе, естественно, будет, и он фиксирует ваше состояние, и вы просто уходите. Ваши баллы за экзамен не станут меньше, вам не аннулируют эти баллы, да, ни в коем случае. Вы просто напишите в резерв, и все. Но в хорошем самочувствии и уже более морально готовые к экзамену. Правда ведь? Вот, поэтому никогда не игнорируйте ситуации «я плохо себя чувствую», никогда. И опять же, если возникла ситуация, связанная не с плохим самочувствием, а просто какие-то волнения и переживания из-за того, что вы что-то не можете решить, вспоминайте, да, своей холодной, скажем так, частью, что это просто тест. Это просто набор каких-то заданий, набор вопросов, и единственное, что вы хорошего и грамотного можете сейчас сделать, это попытаться приложить все усилия, найти какую-то логику, да, использовать все принципы решения заданий, метод исключения и так далее, чтобы решить это задание. Значит, если вы устали на экзамене, да, или там переволновались, все бывает, мы же все живые люди, правда? Пошли, проветрились, попили водички, немножко погуляли там до туалета, я не знаю, со шпаргалками, да? Ну, я просто знаю, что большинство из вас все равно будут брать шпаргалки на экзамен, и я это ни в коем случае поощрять не могу, как преподаватель, но просто знаю, что вы это делаете. Поэтому что уж тут скрывать. Поэтому, да, прогуляйтесь, освежите голову, сходите, умойтесь, попейте воды, съешьте кусочек шоколадочки, и вы уже почувствуете себя получше, не игнорируйте свое состояние. И неважно, как вы себя плохо чувствуете физически, да, или морально, просто вам тяжело и очень волнительно. Не игнорируйте свое состояние. В принципе, на некоторые вопросы я ответила наверняка не на все, которые есть, но на самые популярные. Те вопросы, которые у вас остались, вы можете задать в комментариях под этим роликом, и я их обязательно прочитаю и на них тоже отвечу. Опять же, в комментариях. Поэтому пользуйтесь случаем, пользуйтесь ситуацией, задавайте вопросы в комментариях, которые относятся именно непосредственно к решению Кимона экзамена, и мы будем с вами о них разговаривать. Я на них постараюсь на все ответить. Ну, в принципе, на этом ролик подошел к концу. Что я вам хотела бы напомнить? Я хотела бы напомнить вам о том, что по ссылочке в описании к этому ролику находится мой прекрасный телеграм-канал с огромным количеством авторских материалов для ЕГЭ по химии, и я хотела бы напомнить вам о том, что у меня у самой есть собственный закрытый курс, где я полностью объясняю химию с нуля. Как правило, каждый месяц я объясняю новый раздел, чтобы информация как-то вот более логически перетекала из одной в другую, что ли, да? Значит, конкретно в этом месяце, конкретно в марте, я своим ученикам объясняю неорганическую химию. Неорганика — это очень важный раздел химии, потому что она есть повсеместно, всегда, везде, в первой и второй части. Неорганика, она есть и в общей химии, и в каком-то смысле в органике, и практически во всех расчетных задачах и первой, и второй части. Неорганика — это половина в целом второй части, чтобы вы понимали, насколько она увесиста в ЕГЭ по химии, скажем так. Дает она суммарно, ну, в районе около 35 баллов, 30-35, и это количество баллов мы учимся набирать всего за один месяц, то есть плюс 35 баллов за один месяц к своему результату. Это очень серьезный скачок, да? Я объясняю химию так, что вам не приходится ее заучивать, то есть вам она становится просто понятна, как ясный день, да? И конкретно из каких компонентов состоит мастер-группа, то есть мой закрытый курс. Каждый месяц у нас обычно 12-14 занятий, в этом месяце 18, потому что еще есть 4 дополнительных занятия по задаче 34. Они для 2-2,5 часа и остаются в записи прямо до самого экзамена по химии. Соответственно, к каждому занятию у нас прилагаются авторские рабочие тетради и конспекты, проверенные экспертами ЕГЭ. Они очень крутые, да, полноценные, структурированные и визуально красивые. И домашка формата ЕГЭ, составленная нашей командой методистов. Каждый месяц я вам даю пробники и авторские марафоны для отслеживания своего прогресса. Чтобы записаться или просто узнать подробности курса, пишите кодовое слово «Ананас» в сообщении нашей группы ВКонтакте. Ссылочка находится в описании к этому ролику. Слово «Этэкодовое» вас ни к чему не обязывает, ни к какой там покупке курса. Это просто, чтобы узнать его подробности. Все обучение у нас проходит вот тут, на нашей удобной многофункциональной платформе. Как вы видите, все находится в одном месте, что крайне удобно, да. И, что самое интересное, у нас есть искусственный интеллект на платформе, который вычисляет за счет того, что анализирует решения вами домашек, пробников и так далее, он вычисляет ваши слабые стороны, ваши мелкие пробелы и показывает вам их. Исходя из этого, он составляет вам индивидуальную траекторию подготовки, дает дополнительные ролики, дополнительные домашки для закрытия этих пробелов. Все вебинары остаются в записи до окончания экзаменов. Можете их смотреть и пересматривать. Можете пересматривать только отдельные их куски, потому что к каждому вебу есть тайм-коды. Материалы к занятиям, как я уже сказала, это просто моя отдельная гордость. Они проверены экспертами, действующими ЕГЭ, и они суперкрутые, красивые, структурированные, с ними безумно приятно работать. Помимо авторских рабочих тетрадей и конспектов, также к каждому занятию есть чек-листы и иногда дополнительные материалы наподобие тренажеров, интеллект-карт и так далее. Значит, домашка у нас построена прямо как на самом экзамене. То есть, если это задание первой части, оно проверяется автоматически компьютером нашей системы, если это задание второй части, его проверяют реальные люди, кураторы, которые этому, соответственно, обучались, и проверяют по экспертам, которые, по критериям, прошу прощения, которые будут у вас на самом экзамене, да, по которым вас будут проверять эксперты уже на реальном ЕГЭ. И всегда на связи у вас есть, всегда с вами под ручку, чат поддержки с персональным менеджером по всем организационно-техническим вопросам, то есть вас никто не бросит в случае возникновения какой-то ситуации. И онлайн-куратор, где можно почти 24 на 7 задать любой вопрос по химии, вам тоже помогут. Расписание марта, вот, можете его заскринить. Как я уже сказала, тут у нас, соответственно, полностью вся неорганика, и задачки 34, некоторые их типы. Часть и остальных типов мы будем разбирать с вами уже в апреле. Вот, поэтому тут все крайне структурировано, полно, прям по кодификатору ЕГЭ, и при этом мы закрываем, как я уже сказала, вот такое огромное количество заданий из Кима. Отзывы можно почитать в любой абсолютно моей социальной сети, например, в соцсети с фотографиями, ник написан выше, это вот как раз оттуда отзывы. Можно в обсуждениях нашей группы ВКонтакте, в Телеграм-канале по ссылочке в описании к этому видео, то есть совершенно где угодно. Поэтому жду от вас кодовое слово ананас в сообщении нашей группы ВКонтакте, да, либо по этому QR-коду, либо по ссылочке в описании к этому ролику. Обязательно продумайте свою стратегию подготовки, потому что осталось совсем немного времени до экзамена, и скоро ко мне записаться уже будет нельзя на неорганику, скоро набор закроется. Поэтому будьте бдительны и помните, что ваши баллы — это ваш выбор сейчас. Ваша подготовка, она только в ваших руках, и вам выбирать, как готовиться, и какие баллы в дальнейшем получать. Как бы это странно не звучало. Ну а с вами, как обычно, была я, ваша преподавательница по химии Анастасия Майер. Жду вас в следующих открытых роликах, да, на следующих открытых вебинарах. И всем пока-пока!